Такой красивой изометрии, наверное, еще нет нигде. Поскольку The Ascent не мега-блокбастер, про который всем все известно, начну с самого начала. Это кооперативный твинстик-шутер с элементами RPG, который создала команда из 12 человек. Выглядит для 12 человек очень достойно, я считаю. Но вы не придумывайте себе мини-киберпанк. Это больше Alien Shooter или Dead Nation, чем действительно ролевая игра. Ну или можно сравнить немножко с Diablo. Еще Crimson Land очень старенькая, прикольная. Ну, в Crimson Land не было сюжета, условно говоря, ты на одной карте там пилишься. Но Crimson Land офигенный. Да, я его очень люблю. Жена тоже очень любила, она прям дооды его наигрывала. Саша, давай поиграем, давай еще убьем миллиард пауков. Каких-то пауков, бейзотантов, траглодитов. Продолжительное поливание свинцом всех неугодных, но такое красивое и с парой фишек, чтобы не совсем тупо. Герой у нас безымянный обрыганец со стволом, который попал в рабство очередной злой корпорации. Вас таких может быть четверо, но ключик у меня был один, так что получилось, он отработал свой долг без чьей-либо помощи. Сюжет вроде есть, родную корпу кошмарят, нужно спасать. А дальше заваривается каша из десятков названий и имен, как в плохом фэнтези, где ничего выдающегося не смогли, кроме этого, придумать. Эдакий киберпанк по всем канонам, разве что у нас тут инопланетяне есть, которые давно ассимилировались и мало чем отличаются от людей. Двух руки и двух ноги? Ну зачастую да, только просто кто-то большой жирный шарикообразный, кто-то маленький как гоблин, ну знаешь, такой шадоурант, грубо говоря, где есть орки свои, есть эльфы. Не длинные и красивые, а маленькие и ушастые. Скорее гоблины. Историю вроде пытались сделать не совсем убогой, где тебя круглые сутки отправляют на верную смерть. У вас есть цели, которые вам, честно говоря, объясняют не то, чтобы прям приди убей всех, но этим все равно заканчивается, как вы можете понять, потому что кроме стрельбы у нас нет геймплейных механик. В общем, пропустите все диалоги и ничего не потеряете, хоть и плохо не получилось. Просто без искорки как-то. А вот в геймплее на искорки не поскупились. От начищенных полов секретных лабораторий до мокрого асфальта жилых кварталов и необязательных, но таких атмосферных объектов на фоне. Смотрится все убедительно. Такая большая редкость, в принципе, для инди-игры, а которая может похвастаться еще и графоном, максимум сделают просторные коридоры пустые. Но эти ребята умудрились заполнить пространство чем-то детальчиками. Эти люди действительно умеют визуал. Дизайнеры не смогли сделать его особенным и или выразительным, но техническая часть выше всяких похвал. Такой красивой изометрии, наверное, еще нет нигде. Возможно, в Diablo 4 будет, только ей еще до релиз дожить надо. Всяко может произойти по пути. Даунгрейд и вообще не выйти. Если вы не помните, сколько мы ждали вторую часть. А потом третью. Они ммшку превратили в оверлочек. Да, вроде того. Приятно, что окружение редко статичное. То вентиляторы какие-то крутятся, через которые пробивается солнечный свет. Или не солнечный, а просто свет. Механизмы какие-то тоже вертятся. Люди и нелюди ходят. У некоторых есть даже там зонтики. Ну, в общем, приятно. Такая атмосферка создается. Частенько находимся на верхотуре, где кроме полезного пространства есть еще и зрелищный фон. Эффекты и частицы тоже отличные. За все реально уважуха огромная. Так выглядит игра без трассировки лучей, если что. И она тут есть тоже, но с ней у меня не сложилось. Потому что уж очень глючит, тормозит. Ну, в общем, видимо, пачеков надо подождать. У меня ранняя версия. Все может быть на релизе. Может починят, может быть нет. Анимации, в чем обычно больше всего лажают инди-разработчики, тоже достаточно хорошие. Поразительно, как 12 человек смогли такое. Возможно, поэтому часто вместо сюжетных кат-сцен нам показывают городские пейзажи. То есть такой бирольчик. Вы могли подумать, что я вам заговариваю зубы, расписываю, как хорошо игра выглядит, но не как играется. А вот фиг. Там все, в общем-то, очень было с самого начала очевидно. Идем и валим все, что движется. С одной махонькой разницей, что у нас есть три уровня стрельбы. Средний — это стандартный. Так мы попадаем по всем, кто не в укрытии на корточках. Верхний повышает ошеломление и позволяет стрелять над невысокими противниками и небольшими укрытиями. То есть сами мы когда такие спрячемся за какой-нибудь бордюрчик и такие... В нас не попадают, мы их убиваем. Нижний уровень, он сам по себе вроде как бесполезный, но он включается, когда мы приседаем, а значит прячемся за укрытиями. То есть вот прям в таком положении мы не можем прострелить его. Нам придется нажимать кнопку. Ну мы спрятались и нас никто достать вообще не может. Даже если, условно говоря, как-то происходит в 3D-экшенах, все равно ты высовываешься, как-то тебя могут достать, да, подцепить. Здесь никак, все. Ты в домике, а остальных бесплатно буквально поливаешь металлом. Выходит все-таки, что игра не настолько дуболомная, как Alien Shooter, где нужно только направить прицел в нужную сторону и пятиться назад всю игру буквально. На самом деле и да, и нет. Процентов 70 такая тактика полностью себя оправдывает и в ассен. То есть за укрытиями мы сидим не очень часто. Причем в начале это реже всего встречается, а потом постепенно, постепенно. И то, все зависит от того билда, который вы соберете. Если он такой активный, который постоянно стрейфится, то и укрытия вам не всрались в принципе. Почти. А сами враги прячутся крайне редко почему-то. Открытое противостояние еще и помогает вытерпеть аптечки, которая сыплется иногда из врагов. То есть вроде как всегда подхиливаешься, если будешь резко бросаться в то место, где кого-то убьют. Есть такие способы и билды, когда эти укрытия меньше работают, чем может быть в других случаях. И я не могу сказать, что это прямо такая сильно меняющая игру механика. То есть это тебе не Gears of War? Конечно, это не стандартная механика, на которую все в принципе рассчитано. Все это, конечно, с поправкой на ветер, то есть на билд и ролевой аспект. Ведь можно хорошо скакать, а можно больше критов выдавать и толще быть. 8 параметров у нас для этого персонажа есть, 3 слота для брони, у каждого из которых защита от 4 видов урона. И, собственно, 2 активных ствола с кучей стреляющих штук. От пистолетов до ракетниц даже автоматических. Это как бы первая часть возможностей. Вторая — это аугументация, дающая 2 активных скилла. Всякие замедляющие пули купола, роботы разной специализации, могучие удары ближние. И они серьезно меняют стиль боя. Тактическое снаряжение — это еще один серьезный активный скилл, но обновляется дольше, хоть и это вопрос, опять же, параметров. Там у нас гранаты и турели. В общем-то, не шибко много интересного, но есть персональный робот. На самом деле экзоскелет. Собрать можно реально очень разных бойцов. Это ведь будет еще полезно, потому что и урон нужно носить разный. Роботы, например, не любят, когда через них электричество пропускают, а не обычные пульки. В общем-то, можно и одному справиться, потому что у нас уже два. Нужно приключаться туда-сюда на какой-нибудь. Некоторые могут там, опять же, огненный урон наносить. Четыре, как раз, видели, о которых я говорил. Без этого, на самом деле, иногда не прожить. Ведь и точность у каждого инструмента разная. Миниган ходит в руках, как горячая картошка. Тогда как пистолет точен, как что-нибудь очень точное. Но тут вопрос в ДПСе, или типе урона, или количестве патронов по боями. То есть, приходится принимать решение. Решение, еще раз решение. Из этого и строится, в общем-то, билд. То есть, четыре игрока могут быть совсем разные. Настолько разные, что, да, дополнять друг друга. Но одному тоже можно справиться. И с учетом того, что, я не знаю, скелется ли здесь количество врагов, или их жирнота от количества игроков. Но уровней сложности здесь нет. Что очень странное решение, на мой взгляд. В систему хорошо вписалась бы разрушаемость. Но она у нас только сюжетная, к сожалению. Отклупать от клумбы плитку можно, но для геймплея это ровным счетом ничего не значит. Чисто косметика. Только вот бочки, как и 30 лет назад, жахуют нам на радость. Еще взрываются машины, вот и весь интерактивчик. Искусственный интеллект в таких играх, ну, понимаете, что совсем не блещет. Люди, конечно, обходят вас с разных сторон, чтобы не совсем под пуль лезть, выкуривать вас из укрытия пытаются. Но на этом их тактические уловки заканчиваются. Беру числом зачастую. Я, вероятно, и ожидал такого исхода, поэтому в целом стрелять мне понравилось. Неизощренно, но редкие укрытия разбавляют стрельбу в пещеру, совсем тупую. А когда на это еще и приятно смотреть, да такое каждая свинья слупает. Я играл до релиза, поэтому вопрос косяков остается открытым. Багов в игре достаточно много. Статоры на взрывах, дергания при обычном беге. Видимо, локации что ли прогружаются, я их не знаю. Когда ничего не происходит, в принципе, кроме как перемещение слева направо. Я даже трассировку, вот говорю, отключил, хотя она есть, чтобы вот она ровнее у меня шла. Пришлось даже разрешение с 4К тоже скинуть на всякий случай. Вдруг так лучше. Исчезают на глазах объекты. Искусственный интеллект настолько днинский порой, что один босс сплэшем сам себя добил. То есть выстрелил, пока снаряд летел его же, он зашел в то место и сам себя убил. Бой с меха пауком просто сломан. Он отправляет маленьких паучков, которые, в общем-то, в среднем положении нормально отстреливаются. Но иногда в некоторых просто не попадает. Ни одна пуля не попадает. И он подходит, взрывается, естественно. Даже на корточках не попадает. Я специально проверил. Вдруг есть какая-то разница. В нижнем положении лучше попадает, там, чаще. Но нет, мимо летят. И в этой же битве добавьте приколы с застреванием в объектах на перекатах. То есть весь паровоз пауков, которые собрались, на тебя летит за секунду насмерть. Сверху еще получите огоньков. И он, наверное, оказался самым сложным. Кроме последней битвы, на которой мне просто левел не хватило. Просто ДПС не вытягивал бесконечно спавнящихся врагов. Это, в принципе, отстойная механика в любой игре. Но у меня нашлось на это решение. Даже проще, чем фарм. Нужно сделать так. Выключаете игру. Просто выходите на рабочий стол. Запускаете. Загружаете сохранение. Проходим два шага. Нам зачисляют выполнение задания. То есть сейв был до того, как нам зачислили это. Получаете дохренищие экспы. Фар тройк раз. У вас есть уровень. И все. Можете хоть выше тридцатого себе наклупать. Можно сделать какое угодно количество раз. Я так себе левел 7, наверное, уже прокачал. Чтобы пройти в одиночку это место. Потому что оно такое ощущение, что явно заточено на четверых. Кроме того, вот есть маленькая проблема, которую я уже говорил. Уровней сложности нет. А за всю игру у меня, наверное, ну 4 места вызвало трудность. Причем в стиле ничто не предвещало. То легко-легко. А тут резко беспросветный ад. Из которого непонятно, как выбраться. И все же хотелось бы получить хоть какой-то выбор сложности. Банального подскеливания здоровья врагов. Ну хотя бы. Ну это конечно... Если все заточено на ДПС. Да, да. Все заточено на такой экшен-РПГ типичный. Диаблоги, да. Хотя бы это сделали бы. Ну и у нас просто начать игру и все. Либо в коопе, либо нет. К слову говоря, по поводу коопа и скейла. Не знаю, есть он или нет. Но сразу вижу, что никакого особого коопного взаимодействия не будет. Просто вместе стреляете. Ну разве что купол может друганам подмочь. Они тоже к нему зайдут и пулечки будут там идти медленно-медленно. Это не геймплей в стиле Helldivers, где ты без друзей вообще ничего не можешь круглое. Навигация по миру непродуманная, как мне кажется. Есть карты, есть бесплатное метро и такси платные. В последнем показывают только название места, а не где это находится на карте. Чтобы сориентироваться, куда тебе поближе бы приземлиться. Ты просто должен запомнить название, там посмотреть, туда зайти. Ну или трюхать через всю карту. Там, конечно, красивенько, но опять же, глаз ни за что особо-то не цепляется. Прямо таких поразительных мест, чтобы такое, ого. Нет, оно в целом такое, добро. Вот и все. А там еще разные этажи, на которых отдельно вызывается такси для каждого места на этаже. Вообще крыша потекла у меня, когда я там пытался найти некоторые места. Путешествовать было порой тошно, реально. Ну это стандарт для всех открытых миров, да? Ну как бы здесь-то и не открытый мир по-хорошему-то должен быть. Ты пришел на миссию, забрал, пошел стрелять. Зачем все это? Ну в общем, иногда просто ходить слишком много надо, потому что там под конец какие-то миссии появляются. Но они, блин, настолько далеко друг от друга, что, блин, ну ребят, зачем? Ну, ты в счастье, потому что я нужна ерунда. Есть бартенера, который называется Спайс, вверху с бартенком, который ожидает, что от меня вывозить. В общем, получилась такая симпатичная пулялка без претензий. На пару вечеров. Сюжет часов на 10-12. С допами можно дотянуть до где-то 17. Ну, говорят разработчики, что 20. Не уверен в этом я на самом деле. Я, наверное, слишком строг был к сеттингу. Вы его даже, может, захотите изучить. Его продумали, но он больно односторонний. Большая его часть за рамками игры. То есть там и космические путешествия существуют в этом мире. Потому что инопланетяне, да? Кроме корпораций. Только это лишь на пони все. Хотелось бы, чтобы был город не один такой, а там три, например. Понятное дело, первая игра студии, все такое, но большая часть сеттинга лишь на словах. Дайте нам колонию на Марсе. И низкую гравитацию, да? Ну, что-то вроде. И, может быть, монстров других каких-нибудь странок. Типа как в Starship Troopers. Ну, тут есть свои зерги, на самом деле. А некоторые подробности вовсе не имеют значения. Они просто обрисовывают, опять же, вселенную. Господа с геймпасом могут без каких-либо раздумий запустить игру. Это очень достойный инди, потому что оно хорошо отрабатывает то, что задумано. Но не делает больше. То есть это не, опять же, супер какая-то огромная RPG, за которую стоит платить 1300 в стиме. Многовато, на мой взгляд. Ну, там же вы сами разбираетесь с ценами, какие вас устраивают, а какие нет. Главное, чтобы очевидные косяки починились.